всем привет ребята рад приветствовать вас на моем канале и в моем новом мастер-классе по вязанию сегодня я конечно возвращаюсь к вам с мастер-классом с новым туториалом и мы будем вязать вот такой вот рукава вот такую вот рукава в общем то она вяжется быстро просто легко поэтому у каждого из вас получится вы это можете надевать поверх топа как я это сделала сейчас а также можете надевать под футболку и у вас получается будут видны вот эти вот рукавишки поэтому там давайте меньше болтать и приступать к вязанию и так ребят для сегодняшний мастер-класса я буду использовать пряжу который использовал для своего свитера в полоску поэтому сейчас у меня нет уже тут название фирмы граммовки метровки я оставлю его для вас в описании чтобы вы могли купить себе примерно такую же пряжу вот крючок я использую три с половиной миллиметра под эту пряжу вы под свое подстраивайтесь и да поэтому это будет немножко долговастенько вязать ну да ладно и так в принципе это все нам нужен крючок пряжа и как всегда иголка для пряжи и так как мы будем вязать мы будем вязать получается сейчас ряд набирать так чтобы шло у нас от рукава до рукава да то есть мы будем вязать не рука вверх да ну то есть допустим вот так вот будем набирать если сравнивать по кофте и у меня это по моему 210 петель потому что я уже связала одну часть если честно слабо помню поэтому сейчас мне нужно будет это пойти проверить итак я делаю узелок как всегда в начале если не умеете вязать и никогда не вязали посмотрите мое видео для новичков и теперь начинаю набирать воздушные петли число воздушных петель у нас должно делиться на 3 я же набираю 222 воздушных петли и мере ее в принципе сразу на себя то есть вот тут вот где-то прикладываю провожу через тело да то есть через плечи и будут вы должно заканчиваться и у меня это где-то 222 петли и так ребят я набрала 225 воздушных петель и теперь что я делаю начиная от 1 наш вот это вот петельки начинаю считать 1 2 3 4 5 и 6 петелька вот она у нас да теперь я делаю столбик в нее с накидом вот и теперь как я буду вязать набираю 3 воздушных петли делаю накид и дальше отчитываю 1 2 и в третью засовываю крючок и делаю столбик с накидом снова провязала столбик набираю 3 воздушных петли делаю накид и отсчитываю 1 2 и в третью петельку просовываю крючок и делаю столбик таким образом мы набираем 3 воздушных петли и в третью делаем столбик без накида снова 3 воздушных петли и снова столбик и таким образом будем вязать до конца ряда и так ребят я провязала первый ряд у меня получилось 70 74 вот этих вот квадратика до или дырочки как это назвать и теперь как я буду делать дальше ряд я набираю 5 воздушных петель и как я буду вязать я буду просовывать крючок не в дырочку как я делала в другом своем мастер-классе а в петельку которая находится над столбиком то есть вот у нас столбик да и тут в принципе видно вот эту вот петельку ее мы просовываем крючок да перед этим делаем накид теперь просовываем крючок делаем столбик и дальше набираем 3 воздушных петли тут уже ничего не меняем то есть 3 воздушных петли накид и снова просовываем в петельку над столбиком провязываем столбик снова делаем 3 воздушных петли дальше вяжем в следующую петельку в следующую и в следующую и когда мы доходим до конца ряда мы провязываем вот в эту петлю да а потом в дырочку то есть просто просовываем крючок в дырочку и потом уже снова набираем 5 воздушных петель и снова провязываем в первую петлю во вторую и так дальше тут вот у нас уже 3 воздушных петли между ними то есть мы провязываем предпоследнюю петельку вот сюда вот да потом делаем 3 воздушной петли накид и заводим крючок сюда провязываем обычную петлю потом снова делаем 5 воздушных петлей 5 воздушных петель когда как мы делали тут и в первый столбик и вот таким вот образом мы продолжаем вязать и вяжем так 10 рядов вот так вот будет выглядеть можете связать больше можете связать меньше все зависит от вашей ниточки я связала 10 рядов потому что у меня ограничение в пряжи и у меня ее не хватает итак ребят у меня готовы две детальки вот и вот они у меня получились получается сколько там 74 или 75 петелек если честно вот все прошлые части как вы видите по ногтям я снимала месяц назад я уже успела съездить домой в украину вернуться обратно и вот продолжаю для вас снимать у меня уже начался новый семестр короче уже много всего произошло и высоту у меня 10 квадратиков тут и соответственно 10 квадратиков тут и так теперь что нам нужно сделать во первых нам нужно найти лицо и сделать так чтобы вот наша нижняя косичка вот это вот было внизу одну часть к длинная все и теперь тоже самое делаем со второй частью только уже прикладываем лицом к лицу то есть соответственно лицом к лицу вторую часть и теперь что нам остается сделать это сшить наши детальки вот тут вот вот тут вот оставить место для тела и оставить место для шеи получается поэтому я соединяю вот такую вот полосочку ровно и смотрю как что у нас будет вот у нас соединена полоска теперь ровно посередине вам нужно оставить место для шеи для шеи я станаю оставляю длину 16 квадратиков поэтому 74 отнимаете 16 делите пополам и провязываете тут то число которое получилось из квадратиков и тут то число которое получилось если вы хотите больше разрез или наоборот меньше то соответственно просто примеряете к себе то есть берете так прикладываете к своим плечам и смотрите и низ наверное у нас будет больше чем 16 петелек это вы опять же таки прикладываете к себе уже вот в районе груди наверное и отмеряете я наверно прямо сейчас это сделаю и у меня это получилось 20 квадратиков для низа 16 получается для верха и 20 для низа также смотрите чтобы низ у вас был там где у нас начало с одной с другой стороны а вверх соответственно там где косички если хотите по-другому можете делать принципе по-другому и теперь что мы делаем мы берем ниточку вставляем в иголку завожу внутрь квадратика потом допустим второй раз и затягиваю завожу в следующий квадратик раз второй раз и затягиваю таким образом тут получится как одна полосочка лучше где-то два-три раза заводить да опять же таки чтобы тут не было расхлябисто чтобы везде было плотно и на стыке где у вас вот эти вот столбики можно соединять внутрь петельки в принципе принципе сшивайте как вам угодно и будет готово получается сшиваете тут количество квадратиков так чтобы было 16 а тут количество квадратиков так чтобы было 20 20 на мои размеры вы уже смотрите ориентируйтесь сами на этом все ребят я надеюсь вам понравилось этот видео понравился этот туториал мастер-класс по вязанию вы свяжете себе такие вот рукавишки если да то отмечайте меня в инстаграме также подписывайтесь на мой инстаграм там больше моей жизни там я более там я реже пропадаю из него потому что stories все-таки полегче сделать чем снять полноценное видео и да была рада вас видеть спасибо что смотрели до конца оставляйте свои пальчики вверх пишите свои комментарии и до новых мастер-классов для новых видео визуальных влогов просто влогов увидимся скоро всем спасибо люблю вас всех и пока пока мастер-классов для новых видео